итак друзья сегодня здесь пойдет о моей даче много вопросов было почитали на продажу и понятное дело все-таки недвижимость и материально интересует очень многих и что хочу сказать про дачу наверно начать рассказ со всего периода когда это начало все этим заниматься это был 2017 год гениальная идея у нас с мамой в кафе когда мы сидели завестись на даче я была помог положению что да и тогда мне казалось что это очень гениально общая идея будем все жить вместе как все будет замечательно у них рядом отчима был в собственность участок и была такая идея предложена что он давай ты приобретешь участок и как бы потом в течение какого-то срока как рассрочку нам отдашь где-то год заняло вот это переоформление документов потому что это не то что не мой родственник короче говоря там была какая-то эпопея с землей было просто тяжело очень передать вот эту землю я помню что год мы дарствовать просто чтобы якобы в наследство мне не дает но я потом ее просто выплатила сумму которая была оговорена это второй момент который попозже расскажу потому что я не подохла выплачивая эту сумму он даже я еще в декрете была и это был мой первый провал так скажем в этом планировании своей недвижимости да потому что надо было например попросить что попозже отсрочитом да или там платежи поменьше делать в итоге я вбухалась как не знаю кто работала без выходных и ребенка особо не видела кирюша был тогда маленький и но он был на няньках я отпахивала как бы свои долги за землю и потом на девятом месяце как бы уже все решилось я подписала договор на землю и мы стали строить фундамент то есть эти сваи вбивать там вот и все что мы делали это было сделано за мой счет вот абсолютно все от свай до досок до материалов до прочего буря в это время взял ипотеку и для того чтобы строить дом то есть он сам строил строительством я оцениваю вот именно ручной вот этот труд я оцениваю столько же сколько я в принципе сама в него вложила материи в денежном эквиваленте то есть я там оплачивала еще правда работника дополнительно потому что он не один строил еще один человек помогал там или несколько и в один момент у меня просто грохнулась так здоровье сильно потому что я отдавал какие-то немеренные суммы где-то 50 тысяч в неделю за стройку у меня уходила в неделю вот а то и больше иногда по 100 тысяч в неделю просто на стройку выводила вот то есть я под ну чуть не подохла на самом деле вот я по-другому даже не могу сказать я даже очень думаю господи как я вообще-то все осилила будучи вот с малышом грудным ну как бы на руках да вписаться вот в такую херню понимаете до сих пор не понимаю и поэтому поэтому и не делал никаких вообще видео не хочу и не продать и делать видео не про какие-то вот эти моменты я не чувствую оттуда а знаете как я оттуда только чувствую какую травмище свою и боль просто меня чуть действительно не знаю не грохнула в прямом смысле этого слова то есть вот такие дела то есть там а в принципе все есть сейчас то есть там живи и радуйся но не все так просто то есть контекст который мы отстроили чуть попозже я когда въехала в тему поняла что там эти садоводы огородники там старое садоводство там практически нет молодежи даже если есть молодежь что немножко не тот уровень который я хотела ну предпринимательский вокруг себя иметь я поняла что тут какой-то тоже эпик фейл случилось плюс ко всему соседство с родителями я почему-то по наивной дурости думала что будут помогать так как и дома рядом но помощь была оказана так скажем только за материальный ресурс и ну со стороны отчима то есть у нас там куда-то возил да конечно старенькой машине на со стороны мамы не было оказано ничего вот то есть работающий график и в принципе даже в свободное время она не занималась воспитанием внука так скажем и какое-то время у меня еще по здоровью скостила внутренне и внутренне эмоционально потому что я ждала конечно помощи вот но сейчас я понимаю что ну как бы там няньки нянек я нанимала то есть там было просто знаете как слив по баблу то есть туда было слито я не знаю сколько вот как бы хотя быть когда мы обсуждали там да вот это так мило давай дом ты не хочешь дом я думала что мне будут помогать но знаете ли такая наивная дурость нужно понимать что я не договорилась там нормально с человеком это было всем просто на словах я поверила и как бы бухалась это все я сейчас я уже сколько лет выхожу и дальше мы используем только в летний период по сути то есть мы не используем дачу но зимой мы туда там приезжали на новый год в пандемии мы очень хорошо там отсиделись долго сидели прям круглогодичный практически там вот эти вот двадцатый год 21 год то есть я не против а мне нравится вот это все дан дачный этап там еще дом то в принципе сделаны до утепленный но мебели еще много а я просто туда внимание перестала уделять понимаете потому что я поняла что я буду заниматься собой и как по мере возможности я конечно тогда закуплю какую-то систему хранения первый этаж большой там 120 квадратов получается до всего дом а второй этаж там вот это как она называется крыша в общем там очень очень мало места на самом деле на втором этаже очень мало места балкон есть о котором я мечтала с детства я мечтала всегда иметь балкон вот ну все что все что хотела сбылось лифта только нет и все что мечтала лифтами лифта нету это так уже такое знаете отклонение хочу вкладываться в участок там у нас есть дома септика есть отопление есть газ голдер все все там когда находишься уже ты думаешь что ты дома находишься прям как в городе но на самом деле на дачи и когда приезжаешь за город он из загорода на в город ой там начинается акклиматизация даже потому что действительно ощущение что ты как будто куда-то переехал из одного места в другое место вот то есть получается даже какой-то нас период период несколько дней такая акклиматизация ну тут понятно тут своя земля ты прям ноги отдыхают даже полностью гордить другие ощущения там вот это живопырка мне вообще мало места у нас у нас квартире хоть там ремонт сделано все перед родом мы там сделали ремонт но уже с кирюшки первый класс место надо выделять под эти все учебники я этого просто нету потесниться я не хочу тесниться я не хочу выкидывать свои вещи куда-то то есть вопрос может быть вообще даже переезжать из квартиры но я не хочу из цивилизации переезжать это первых во вторых нужно иметь машину чтобы кататься по загороду а у меня машина нет и я знаю но смысле моим прав нет машина есть прав нету и я знаю что мне все говорят люба давай права права я отвечу так вот когда у вас будет бизнес тогда вы будете решать вот так вот скажу у меня сейчас нету времени параллельно раз клонироваться и заниматься правами на самом деле у меня сейчас другие этапы прохождение ситуации то есть я бы конечно хотела бы права иметь но на это нужно выделить ресурс время когда она будет выделены не знаю но не сейчас и чтобы из этих козьих троп дачных вырваться там конечно нужно права иметь на самом деле и получается такая вы знаете вот эпик фэйл просто натурально дома мало места но там цивилизации за городом много места но там цивилизации нет мы там живем как бы вот путь с мая пор раньше там по декабрь жили кирюшки в четыре года дали сад может он стали жить до сентября до октября кирюшки там кстати полный пол детей там свое время когда я там жила да но детство не там было да соответственно там вообще детей не было там не буду к сашка мы все а здесь в одном доме там по моему четверо детей напротив другом доме двое и по всей линии там по несколько детей и первый там дом тоже везде в общем везде дети и там на самом деле вот этим проблем нету ну как бы свободу там побольше воздуха и свободы на цивилизации там нет еще видите такая люди как бы белоостров у нас до локации вроде как бы это элитный такой вот как бы район курортный под питером там 36 километров от питера очень недалеко доезжаешь до дачи быстро даже творится немножко другом месте живем дам там на юбе города отдать ближе к северу городу съехать все равно быстро ну ну да вопрос понимаете еще такой вопрос что еще внутри как бы этого острова надо ехать сколько там а там уже такие начинаются места там реально только на машине это вот мы когда на ауди ездили потом подвеску сломали до 27 тысяч обошелся ремонт кстати речь о продаже дома я тоже думала продавать дом но пока что а если честно не не решусь на это сто процентов не решусь все таки я бы хотела его сохранить и ставить так что намного кто-то вложено сил совместных вроде она все вопросы ответила может быть еще какое что-то будет по вопросам я тогда по вопросам пройдусь и сделаю часть 2 показать такую штучку кстати я наверное некоторые видео в телеграме буду кружочки просто как бы вредну как бы скомпилировать и ну старай то что я снимаю так то каждый день только на ютюбе я там полноформатные снимались в этом по минуте и просто их компилировать вот такой вот кочка у меня это вот у логопеда не сейчас сидим до логопеда вот кирюшка занимается продолжать заниматься раз в неделю так что вроде все я с кофейком там с курагой совсем буду с вами прощаться и жду конечно вопросов может быть у кого-то тоже есть какие-то юридические вопросы финансовые вопросы вопросы сочетания каких-то сегментов жизни здоровье там не знаю потому что когда ты делаешь из нас недвижимость поднимается разноценевая часть психики это однозначно потому что здесь вопрос идет отдачи денежных средств если с этим есть вопросы или проблемы они отразятся на здоровье с этим я в принципе сейчас до сих пор и работаю ну все тогда друзья буду прощаться всем пока